Вчера во всем мире отмечали день борьбы с туберкулезом. Владимирская область можно назвать передвигом в этой сфере. Благодаря поддержке международных фондов и бюджетным вливаниям, уровень заболеваемости снижается из года в год. Правда, теперь на помощь из-за рубежа рассчитывать не приходится. В прошлом году Агентство международного развития США, которое активно нам помогало, прекратило работу в нашей стране. Больных туберкулезом во Владимирской области в полтора раза меньше, чем в Лондоне. Такую статистику на днях озвучили наши специалисты. По заболеваемости и смертности, на зависть многим соседям, мы опережаем даже самые оптимистичные прогнозы. Эти показатели уменьшаются на 5% в год. Недавно отремонтировали детское противотуберкулезное отделение. Да и средства диагностики шагнули далеко вперед. Если раньше классические методы диагностики мы в течение трех месяцев диагностируем туберкулез, то на сегодняшний день в течение двух часов мы можем установить у человека туберкулез. Но есть в регионе и очаги неблагополучия. Чаще туберкулезом болеют в депрессивной глубинке, где еще и врачей не хватает. В антилидерах печально известный Петушинский район. Там много больных с ПИДом. А туберкулез и ВИЧ часто идут бок о бок. Свою долю вносят мигранты. В прошлом году палочку Коха нашли у 40 приезжих. Они лечатся платно, как правило, дисциплинированно. А если отказываются, их отправляют на родину. Правда, процедура не очень-то проста. Документ по каждому должен подписать Геннадий Онищенко. Нам бесконечно возвращаются эти документы. Редко, когда с первого раза проходят. Потому что обязательно с какой-нибудь закорючкой. Пока это решение будет принято, он уже куда-то делся. Во-первых, заразил, а во-вторых, куда-то делся. И вручать уже принятый проект решения о нежелательности пребывания получается некому. По тому адресу, где он был записан, его уже давно и след простыл. От палочки Коха у нас привито подавляющее большинство населения. Поэтому вспышек можно не опасаться. Однако врачи не устают объяснять сомневающимся мамам, что прививку БЦЖ делать необходимо. Вакцина БЦЖ рекомендована во всем мире. Она продолжает применяться не только в Российской Федерации, там, где есть все еще существенный уровень заболеваемости. То есть циркулирует инфекция. Она помогает ребенку справиться с этой инфекцией и не болеть тяжело. Такие как распространение диссеминированной формы, менингита. У них встречается гораздо меньше у привитых, нежели не у привитых. Правда, на всю жизнь от заражения прививка не защитит, говорят врачи. Она лишь страхует детей от серьезных осложнений. А вот если ученым удастся изобрести вакцину, которая полностью победит коварную палочку Коха, про туберкулез мир сможет забыть к 2050 году. А пока медики советуют делать флюорографию не реже раза в 2,5 года и не пренебрегать диспансеризацией.